9 декабря в Чистопольской тюремной больнице от кровоизлияния в мозг скончался Анатолий Марченко. Анатолий Марченко в продолжении почти 30 лет был одним из самых известных поборников прав человека в Советском Союзе. Из 48 лет своей жизни, 26 он провел в тюрмах, лагерях и ссылке. И всегда тюремное и лагерное начальство обращалось с ним самым жестоким образом. Его постоянно избивали и бросали в карцер на длительные сроки. Тяжело больной, Марченко страдал от систематического недоедания, от отсутствия необходимого лечения и лекарств. Анатолий Марченко шесть раз приговаривался к срокам лишения свободы. К первому сроку Анатолий Марченко был приговорен в 58 году, когда ему было 18 лет. Последний срок он получил в 81 году. В последнем своем слове на суде 81 года Марченко говорил, «Нигде в мире, кроме стран с коммунистическим и фашистским режимом, не судят людей за критику государства, за литературу, за публицистику. Только коммунистические и фашистские режимы защищают свою идеологию таким образом. Вместо того, чтобы бить по идеям, бьют по черепам». Марченко много писал о лагерной жизни. В частности, о жизни верующих в послесталинских лагерях люди на Западе узнали из книги Анатолия Марченко «Мои показания», написанной им в 68 году после освобождения из мордовских лагерей, где он провел шесть лет. «Мои показания» широко распространялись в самиздате и были переведены и изданы на многих языках мира. Книга «Мои показания» — это документированный рассказ о голоде, о непосильном труде, о произволе, о человеческих судьбах. Прослушайте сейчас главу из книги Анатолия Марченко «Мои показания. Религиозники». Прослушайте сейчас главу из книги Анатолия Марченко «Мои показания. Религиозники» — так одним словом называют тех заключенных, которые сидят за веру в Бога. Верят в Бога не только они, среди зэков есть и другие верующие, а религиозники именно за религию арестованы и осуждены. Кого только нет среди них — и мусульмане с Кавказа, и с Средней Азии, и православные, и баптисты, и свидетели Яговы, и евангелисты, и субботники, и много разных других. В газетах иногда описываются преступления фанатиков сектантов, религиозные убийства, истязания детей и тому подобное. Мне трудно в это поверить. Сколько я видел разных сектантов в лагерях и во Владимире, и среди них никто никогда не убивал. Они все против убийства и насилия. Да в политических лагерях среди религиозников и нет ни одного осужденного за какие-нибудь убийства. Тех, кого обвиняют в убийствах, судят за антисоветскую пропаганду. Если они, например, говорят, что всякая политическая власть, в том числе и советская, не от Бога, а от дьявола. За хранение и распространение антисоветской литературы. Судят, как и всех нас, закрытым судом. А тех, кого за убийство, открытым. А потом про всех религиозников, всех сектантов говорят. Вот они, те самые, фанатики. Фанатизм религиозников проявляется только в том, что они отстаивают свои собственные религиозные убеждения и правила. Это очень смирные и спокойные люди. Большей частью старики лет шестидесяти и старше, но есть и молодые. К заключению, они относятся не так, как другие зэки. Их утешает то, что они страдают за своего Бога и за свою веру. И они терпеливо переносят страдания и мучения. Я слышал от сектантов такую песню. Нес спаситель свой крест, лишь молился, не пенял отцу на врагов. Был он чудным примером страдания. В нем горела святая любовь. И все-таки их, смирных и покорных во всем, кроме вопросов своей веры, пачками отправляли во Владимирку за невыполнение нормы, за отказ от работы в дни своих религиозных праздников. Здесь, в камерах, я близко столкнулся со многими из них. Чуть не в каждой камере то евангелист, то субботник, то свидетель Яговы, а то сразу несколько из разных сект. Начальство над ними издевалось, как хотело. Я увидел это в первый же день. Многие верующие по своим правилам носят бороды, и вот их стригли насильно в наручниках. А посты? Казалось бы, о каких там постах может идти речь здесь, когда вообще есть нечего. И за днев день годами длится сплошной пост. А люди истощены до полусмерти. Но большинство верующих хотело и здесь соблюдать постную пищу, когда это полагается. Но ведь в тюрьме ешь, что дают. Да в тюремной баланде в любой день, хоть под микроскопом ищи жиринки не увидишь, уговаривали мы их. А все-таки по норме немного жиру полагается. Может быть, сколько-нибудь и кладут в котел, отвечали они. Надзиратели это знали. И вот в пост нарочно начинают разливать баланду с тех камер, где сидят верующие. В полном термосе сверху, может, и плавает какое-нибудь пятнышко жира. Пусть оно попадет в миску того, кто постится. Тогда и он есть не станет, и другим не достанется. И вообще верующие, зная, что им наливают сверху из полного термоса, опасаются есть, боятся согрешить. А надзиратели еще приказывают раздатчикам зачерпнуть и сверху, и немного со дна, где погуще. Эта миска все равно пропадет, а остальным достанется одна вода. Когда наши верующие разгадали эту хитрость, они в свои постные дни стали вообще отказываться от вареного, сидели на одном хлебе и воде. При таком голоде, как во Владимирке, не у всех хватает сил соблюдать посты и отказываться от пищи. Тогда надзиратели начальства начинают их высмеивать. Вы все врете, что верующие. Какой там у вас Бог? Одно притворство. А когда религиозник обращается в тюрьме к врачу, ему говорят, вы зачем записываетесь? Вы запишитесь к своему Богу на прием. Пусть он вас лечит. Мы передавали главу из книги Анатолия Марченко Мои показания, религиозники, о жизни верующих в послесталинских лагерях. Анатолий Марченко, проведший 26 лет из своей 48-летней жизни в советских тюрмах и лагерях, умер в Чистопольской тюремной больнице 9 декабря. Как-то стало известно о смерти Марченко в Вашингтоне, в православном храме святого Яна Крестителя была отслужена по нем панихида. Вы слушаете голос Америки из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». Сейчас христиане во всем мире готовятся к Рождеству Христову. На Западе этот праздник отмечается 25 декабря, на православном востоке 7 января. Кем был Иисус? Этот вопрос в той или иной форме задается вот уже два тысячелетия. Имя Иисус нисходит с уст миллионов людей. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Так звучит его имя на некоторых языках мира. И действительно, кем был Иисус? Сын Марии и Иосифа из Назарета. Был ли он великим учителем нравственности, основателем одной из великих религий мира, выдающимся пророком или Богом? Этой теме посвящена книга американского протестантского богослова Джоша Мэкдауэла «Не просто плотник», вышедшая несколько лет назад в русском переводе. В студенческие годы Джош Мэкдауэлл был убежден, что верить в Христа значит быть не в своем уме. На верующих он смотрел свысока. Он высмеивал их, спорил с ними. Именно с целью доказать, что христиане ошибаются, он решил самостоятельно исследовать документы двухтысячелетней давности. Выводами, которым он в результате пришел, Джош Мэкдауэлл делится в небольшой книге «Не просто плотник». Ныне автор этой книги – профессор богословия и автор ряда книг по апологетике, богословская дисциплина, изучающая доказательства истинности утверждения христианства. Сейчас, в период, когда христиане готовятся к пришествию в мир Иисуса Христа, мы в программе передадим главы из книги Мэкдауэлла «Не просто плотник», отвечающие на вопрос «Кем был Иисус?» Первая глава, с которой мы вас сегодня познакомим, названа «Что же в нем такого особенного?» читает диктор. На протяжении веков люди спорили о том, «Кем же был Иисус?» Почему из-за этого человека было столько споров? Почему его имя вызывает у людей куда более сильную реакцию, чем имена других религиозных вождей? Чем Иисус так отличается от них? Почему имена Будды, Магомета и Конфуция не вызывают такой болезненной реакции? Причина в том, что лишь Иисус объявил себя Богом. В этом-то и есть его главное отличие от других. Люди, знавшие Иисуса, очень быстро поняли, что Он приписывает себе совершенно невероятные свойства. Из Его слов было ясно, что Он считает себя не просто пророком или учителем. Он явно претендовал на родство с Богом. Он утверждал, что только в Нем и в Нем одном путь к Богу – к прощению грехов и к спасению. Многим кажется, что такая исключительность чересчур их ограничивает. И они не хотят в это верить. Однако в данный момент дело даже не в том, во что мы хотим или не хотим верить. Вопрос пока в другом. Кем считал себя сам Иисус? Христос не только претендовал на равенство с Богом, которого Он называл Своим Отцом. Он утверждал, что Он и Бог – одно целое. Во время праздника обновления в Иерусалиме еврейские лидеры спросили Иисуса, Христос ли Он. Иисус ответил на их вопрос утвердительно и добавил, «Я и Отец одно». Снова взяли камни иудеи, чтобы побить его. Ответил им Иисус, «Много добрых дел показал я вам от Отца. За какое из этих дел побиваете вы меня камнями?» Ответили ему иудеи, «Не за доброе дело мы побиваем тебя камнями, но за хулу и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Можно только удивляться силе реакции, вызванной словами Иисуса, «Я и Отец одно». Если взять греческий оригинал Евангелия, возникает одно интересное наблюдение. Исследователь Робертсон отмечает, что по-гречески «одно» – среднего, а не мужского рода, и означает не столько физическое единство или единство целей, сколько единую сущность или исток. Он пишет, «Утверждение Христа о связи между Отцом и им самим, Сыном, в этой короткой фразе достигает высшей точки, потому она и вызывает такой неистовый гнев фарисеев». Ясно, что у людей, слышавших эти слова, не возникало сомнения в том, что Иисус считает себя Богом. Леон Моррис, декан колледжа имени Ридли в Мельбурне, пишет, «Иудейские вожди усматривали в словах Иисуса только богохульство, и они взялись за суд. По закону, богохульство должно было быть наказано побиванием камнями. Однако они не хотели, чтобы дело разбиралось законным порядком. Они не собирались готовить обвинения, на основании которых власти могли бы присудить соответствующее наказание. В припадке гнева они присвоили себе и функции судьи, и функции палача». Иисус угрожало побивание камнями за богохульство. Иудеи, вне всякого сомнения, поняли, что Он имел в виду. А вот задумались ли они хоть на мгновение, а может, Он говорит правду? Иисус постоянно говорил, что Его происхождение и сущность едины с Богом. Он бесстрашно заявлял, «Если бы вы Меня знали, то и Отца Моего знали бы. И видящий Меня видит пославшего Меня. Ненавидящий Меня и Отца Моего ненавидит. Чтобы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Все эти цитаты убедительно доказывают, что Иисус считал себя не просто человеком, но существом, равным Богу. Люди, полагающие, что Иисус был просто ближе к Богу, чем остальные, недостаточно глубоко вдумались в Его слова, приведенные выше. Однажды мне довелось читать лекцию на литературном отделении университета Западной Виргинии. Во время лекции меня прервал один из присутствующих профессоров. Он сказал, «Иисус говорит, что Он Бог только в Евангелии от Иоанна, которое написано позже остальных трех. В самом раннем Евангелии от Марка ни разу не говорится, что Иисус считал себя Богом». Мне сразу стало ясно, что человек этот никогда не читал Марка, а если и читал, то крайне невнимательно. В ответ я раскрыл Евангелие от Марка в том месте, где Иисус прощает грехи. «И увидев веру их, говорит Иисус расслабленному, «Чадо, прощаются грехи твои». По еврейскому закону это мог делать только Бог. Исайя говорит, что один лишь Бог может простить грехи. Недаром на эту фразу так ополчились книжники. «Что Он такое говорит?» Богохульствует. «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус говорит им. «Что легче, сказать ли «прощаются грехи твои» или сказать «встань и возьми кровать твою» и ходи». Обратимся к комментарию Уикклэфа. На этот вопрос ответить невозможно. Произнести эти фразы одинаково нетрудно. Однако совершить на деле и то, и другое под силу только Богу. Мошенник, который боится разоблачения, конечно, предпочел бы первую фразу. «Иисус исцелял больных, чтобы все увидели, что Он наделен чудесной властью, позволяющей Ему одолеть первопричину болезни». За эти слова его обвинили в богохульстве. Луис Сперри Чейфер пишет по этому поводу. «Ни у одного живого существа на свете нет ни власти, ни права прощать грехи. Никто не может простить нам грехи, кроме того единственного, против которого мы все согрешили. Когда Христос прощал грехи, а в этом у нас нет сомнений, Он заходил далеко за пределы человеческих возможностей. Никто, кроме самого Бога, не может прощать грехи. И раз Христос прощал грехи, следовательно, не остается сомнений, что Он был Богом. Идея прощения грехов долго не давала мне покоя. Я никак не мог ее понять. Однажды я говорил о божественной сущности Иисуса в лекции на философском факультете и привел в пример строки из Евангелия от Марка. Один студент возразил мне, что прощение, данное Христом, вовсе не доказывает его божественной сущности. Иисус, мол, просто сказал, что прощает этого человека. Но это совсем не доказывает, что он объявляет себя Богом. Я долго думал над словами этого студента. И вдруг меня осенило. Я понял, почему возмутились книжники. Конечно, любой человек может мне сказать, «Я тебя прощаю». Но сказать это может только тот человек, против которого я согрешил. И наоборот, если кто-то согрешил против меня, я могу ему сказать, «Я тебя прощаю». Но Христос-то был в другой ситуации. Расслабленный согрешил против Бога Отца. И Иисус сказал ему, «Прощают тебе грехи твои». Да, мы можем простить человека, если он нас обидит. Но грех против Господа может простить только Господь Бог. Это и сделал Иисус. Неудивительно, что еврейское духовенство возмутилось, когда какой-то плотник из Назарета позволил себе такое заявление. Власть прощать грехи, данные Иисусу, яркий пример того, как он выступал в качестве, присущим одному лишь Богу. В Евангелии от Марка описывается судно для Иисуса. Там ясно написано, что Иисус говорил о своей божественной сущности. И первосвященник, став посередине, спросил Иисуса, «Ты не отвечаешь ничего? Что они против тебя свидетельствуют?» Он же молчал и не ответил ничего. Снова первосвященник спрашивал его и говорит ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус же сказал, «Я». И вы увидите Сына Человеческого, востедающего по правую сторону силы и грядущего с облаками небесными. Первосвященник же, разодрав одежды свои, говорит, «Какая нам еще нужда в свидетелях? Вы слышали хулу? Как вам кажется?» И все осудили его, признав повинным смерти. Сначала Иисус не хотел отвечать, и первосвященник привел его к присяге. Под присягой Иисус вынужден был отвечать, и я очень рад, что он наконец ответил. На вопрос, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Он ответил утвердительно. Итак, какие же показания дал на суде Христос? Во-первых, Он назвал Себя Сыном Благословенного, то есть Бога. Во-вторых, Сидящим по правую сторону силы. И в-третьих, Сыном Человеческим, грядущим на облаках небесных. Эти слова однозначно описывают Его как Мессию. Очень важно рассматривать их в совокупности. Синедрион, еврейский Верховный суд, прекрасно уловил смысл слов Иисуса. Именно поэтому первосвященник разодрал на себе одежды и сказал, «На что нам еще свидетелей?» Иисуса осудили за им же произнесенные слова. Роберт Андерсон подчеркивает, «Самое убедительное доказательство — это показания враждебно настроенных свидетелей. Действия врагов Иисуса неопровержимо устанавливают тот факт, что Он называл Себя Богом. Не нужно забывать, что в эпоху, о которой идет речь, евреи вовсе не были первобытными и невежественными дикарями. Это был глубоко религиозный народ, обладавший высочайшей культурой. И ведь именно за эти слова Синедрион, Верховный совет нации, в который входили наиболее выдающиеся религиозные деятели, в том числе Гамалиил и его великий ученик Савву и Старца, единогласно приговорил его к смертной казни. Нет сомнений, что Иисус дал эти показания по собственной воле. Не менее ясно, что евреи поняли его слова как утверждение, что Он Бог. Перед ними стоял выбор — либо считать его слова богохульством, либо поверить, что Он Бог. Судьи это прекрасно понимали. Оттого они распяли его. А потом еще и насмехались над ним за то, что Он возложил упование на Бога, ибо сказал Он «Я Божий Сын». Видный специалист по Ветхому завету Сует объясняет, почему первосвященник разорвал на себе одежды. Закон запрещал первосвященнику рвать на себе одежды в мелких частных конфликтах. Однако при исполнении обязанностей судьи по традиции он должен был именно так выражать свой ужас по поводу любого богохульства, свидетелем которого он становился. Нельзя не отметить, что смущенный судья испытал в этот решающий момент глубокое облегчение. Он мог уже не волноваться, найдутся надежные свидетели или нет. Необходимость в них отпала. Так как заключенный сам признал свою вину. Мы уже поняли, что это был далеко не обычный суд. Юрист Эрвин Линтон писал Это сводится сводится лишь к одному вопросу Кто же он такой? Что думаете вы о Христе? Чей он сын? Судья Гейнер, выдающийся юрист из Нью-Йорка, говорит, что Синедрион обвинял Иисуса лишь в богохульстве. Он пишет Из чечения любого из четырех Евангелий становится ясно, что так называемое преступление, за которое судили Иисуса, состояло в богохульстве. Он утверждал, будто обладает сверхъестественной властью, а в устах человека такое утверждение было богохульством. Гейнер имеет в виду слова «за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Обычно человека судят за его поступок. С Иисусом дело обстояло иначе. Его судили за то, кем он был. Даже одного этого эпизода на суде достаточно, чтобы понять, что Иисус сам признал свою божественную сущность. Его судьи были свидетелями этого признания. Кроме того, в день, когда его распяли, его враги вспоминали, что он объявлял себя Богом, воплотившимся в человека. Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками и старейшинами, говорили «Других спас, себя самого не может спасти. Он, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста и уверуем в него. Он возложил упование на Бога, пусть избавит его теперь, если он угоден ему. Ибо сказал он, «Я Божий Сын». Мы познакомили вас с отрывками из первой главы книги американского богослова Джошуа Микдаула «Непросто плотник». На будущей неделе мы продолжим чтение из этой книги. «Отвары» «Старады» «Непросто» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом мы заканчиваем еженедельную программу «Религия в нашей жизни», которую подготовил священник Виктор Потапов. «Религия в нашей жизни»